В областном центре почтили память уроженцев Тверской губернии, которые участвовали в Отечественной войне 1812 года. Митинг состоялся на Волоколамском проспекте, где находится мемориал, посвященный событиям более чем 200-летней давности. Тему продолжит Роман Быков. Несмотря на пасмурную погоду, в рабочий полдень четверга люди все подходили и подходили сюда, на Волоколамский проспект. Место, что называется, непроходное. По большей части горожане проносятся мимо на машинах и общественном транспорте. А между тем, именно тут находится единственный в Твери памятник жителям Верхневолжья, которые встали на защиту Родины в грозу 2012 года. В 2011 году ко мне пришли делегации 38-й школы. Мы поддержали их инициативу. Рисунок венка это они придумали. Проект это Семенов Сергей Николаевич, бывший главный архитектор города. И этот памятник получился на народные пожертвования, на народные средства. Так получилось, что мемориал остался без посвятительной таблички, которую похитили какие-то вандалы. Вернуть памятнику первоначальный облик помог уроженец Тверской области, известный финансист и меценат Александр Вихров. Он же в этом году совместно с Тверским объединенным музеем организовал выставку «1812. Сила народная», передав подлинные вещи той эпохи, часть из которых принадлежала лично Наполеону. Мы постарались в этой экспозиции отразить наиболее яркие события. Там можно увидеть уникальные экспонаты. А самое главное, абсолютно все, и в том числе наши дети, подрастающее поколение, могут получить уникальный рассказ, историю о тех событиях и о вкладе наших земляков в него. Прошедшее мероприятие было посвящено не только воссозданию изначального облика памятника, но и годовщине Бородинской битвы. Напомним, 7 сентября Россия отметила 210 лет со дня сражения. В нем участвовало немало жителей Тверской земли. Их память почтили спикер Городской думы Евгений Пичуев, его коллега по парламенту Илья Холдов, представители общественности, молодежных патриотических организаций, ветераны вооруженных сил и действующие военнослужащие. Тут же было объявлено о планах превратить эту территорию в полноценный сквер. Начало нового сквера уже положено. Здесь высушены первые дубы, причем они имены. Вот это называется Александр I, наш император, который командовал русской армией в ту войну в том числе. Вот этот Федор Глинка, наш известный земляк, который участвовал в Бородинском сражении. Александр Сеславин, тоже наш земляк, который еще прославился, конечно же, как партизан и закончил войну в Париже в 2014 году. Ну и последний дуб назван в честь известного также партизана Гусара Дениса Давыдова. Таким образом можно надеяться, что в Твери будет полноценная точка, посвященная событиям той Великой войны. Не исключено, что здесь появятся и новые, куда более монументальные памятники, которые дополнят этот небольшой мемориал, скромно примастившийся на периферии шумной волколамки.